Всем привет, кто уже есть, и всем, кто... Я хотела привести здесь интересный вопрос, который мне написал один из людей, который не может с нами быть онлайн, но он поэтому присылает вопросы мне на мейл или на WhatsApp. Он задавал несколько вопросов, но один очень интересный вопрос, который действительно потребовал обдумывания. Он сказал, если бы мы сказали, что этот змей, то есть недочеловек, то существо, которое смогло Земля создать, которое во всем, в общем, похоже на человека, но тем не менее не обладает нравственным чувством, не различает добро и зло и стремится к собственной выгоде, зачем ему понадобилось соблазнять хаву, соблазнять человека, толкать их на дурной путь, на дурной поступок. То есть на самом деле это даже не дурной поступок, он сказал все правильно, он отметил факт, что вот так оно и есть. Он на самом деле не врал, он каким-то образом реальность изобразил, что вранья прямого там не было, он сказал, вот будь так-то и так-то. Ну, некоторые вещи, может быть, он скрыл. Тем не менее, в общем, у него была какая-то потребность, зачем-то человека на этот путь толкнуть, на путь съедения от дерева добра и зла. Зачем, спрашивает Георгий или Григорьева звать. Ну, неважно. И я не знаю, что бы на этот вопрос ответила Маниту, но мне в этот момент пришло в голову, что есть такой известный Медраж. Действительно, зачем Змей все это организовал? Он, как говорит Медраж, возживал хаву. Он хотел, чтобы человек умер в результате нарушения запрета Всевышнего, и тогда он мог бы соединиться с хавой. Это очень странный такой Медраж. В какой стати вот этому Змею, даже если он выглядел внешне как человек, у него, наверное, была своя жена какая-то. Я понимаю, что тяжело жить с женой, которая змея, но тем не менее. Я не думаю, что это то, что Медраж хотел нам описать такую стандартную ситуацию возжаления со стороны Змеи. А поскольку Змей и человек в данном случае это некоторые более общие категории. Змей это как бы человек, у которого нет нравственности. И мы в этом Медраше видим противостояние. Безнравственного человека, человека обычного, нравственного, духовного, скажем. И возникает вопрос, почему злодеи так часто, почти всегда пытаются изничтожить порядочных людей? Какой-нибудь тиран, приходя к власти, скажем, ну не будем называть имен, но нам много таких случаев известно. Он пытается изжить любую духовность вокруг себя и вообще даже в своей стране. Он преследует людей духа, философов, людей искусства и даже людей науки. То есть все, кто живет какой-то духовной жизнью, вызывают у него зависть. Они видят, что у него есть что-то, что у него нет. Также вот и Змей, он смотрел на человека, его связь с женой и понимал, что у них есть что-то, что у него нет. И он возжелал поиметь это самое что-то, потому что у человека духовного, у человека морального, есть нечто выше этой материальной реальности. И тот, кто идет по пути зла, у кого нет нравственного чувства, он при этом чувствует себя ущербным по отношению к людям духовным и нравственным. И он это вот чувство толкает его на то, чтобы уничтожить их. И у него есть такое ощущение, что таким образом он может присвоить себе то, что у них есть, а у него нет. Но понятно, что это не проходит. Но вот такая ненависть у человека безнравственного к человеку нравственному, она существует. И я думаю, что вот тут Медраж ее отражает, что этот вот змей, он, поэтому он хотел смерти человека и занять его место. Это одно, то, что я хотела сказать. Следующее. Поскольку мы возвращаемся после некоторого перерыва, я хочу напомнить некоторые общие вещи, к которым мы пришли. Что мир был создан для человека для того, чтобы он смог его исправить через свой нравственный выбор. Но этот мир, который мы видели в среднее творение, это был мир, незнакомый человеку. Мир, в котором человека нет. И измерение времени там другое в том мире. Там происходят процессы, которые нам непонятны, неизвестны, никогда не будут как бы актуальны. Вопрос был, зачем нам об этом рассказывать. Как создавался, как формировался мир. Мы видели, что основа вот этого существования, формирования, она отличается от основ нашего мира. В этом мире формирования у природы, у земли, у мироздания у него была свобода выбора. То есть, с одной стороны, это наличие как бы свободы выбора у мироздания, оно предшествует свободе выбора человека. С другой стороны, это создает совсем другую реальность. Это создает реальность изменчивую, способную создавать различные варианты. И каждый день происходит нечто в этом мире, что свидетельствует о выборе земли или мироздания, который отклоняется от общего как бы, общего плана творения. Каждый день добавляет из этих дней творения, добавляет к предыдущим дням еще какой-то аспект этой недостачи. И в результате получается некий мир сформированный, в котором много аспектов предназначенных для работы человека. Но в этот момент мы приходим к седьмому дню. То есть, создается мир такой, в котором человеку есть что делать, с одной стороны. А с другой стороны, который не настолько несовершенен, что человек уже не может с ним совладать и его исправить. Но в этот момент есть необходимость в том, чтобы законы мира были установлены постоянными. То есть, если до этого мир был изменчив, и у мироздания была свобода выбора создать такой мир или создать другой мир, более близкий к тому, что Всевышний планировал, или менее близкий, сделать это или не сделать это, и в результате могли создаваться разные миры. Может быть, об этом говорит Медраж, что до того, как был создан наш мир, Всевышний создавал мир и разрушал их. То есть, в потенциале существовало много-много разных миров, и только в реальности вышел вот этот наш мир, который мы знаем. Но дальше, мы увидим, дальше об этом говорит Маниту, должно быть зафиксировано определенные законы. И вот эти вот несовершенства могло выражаться в разных вещах. То несовершенство мира, в котором мы имеем дело. То есть, оно как в физическом, так и в моральном аспектах мироздания могли быть какие-то недостатки. Такие или другие. Но когда это все уже реализовалось, оказывается, что дальше не должно быть никаких изменений. Одну секундочку. То есть, в этот момент мы считаем, что мир специально дошел до такой точки, когда он приспособлен для начала развития человека. И в этом смысле тут возникает некий вопрос, на который у меня пока нет ответа. Может быть, я попытаюсь узнать этого человека, который учился в Маниту. Я знаю многих учеников Маниту, но один из таких наиболее интересных его учеников, я слушаю его лекции. По разным очень вопросам он очень хорошо разбирается в философии, в частности, в Маниту тоже. Сам себе очень интересный человек, такой раб Шму-Люзей. Я хочу у него спросить, но я не знаю, может он ответить на этот вопрос окончательно или нет. Я пыталась спросить его, но он сказал, что пока сам не знает и может попробовать это выяснить. Вопрос такой. Когда мы входим в этот субботний мир, то Всевышний как бы устранился из него. Он, Нейлам и Мустар, исчез и скрыт. Может быть, это разные аспекты, может, это один и тот же аспект. Вопрос в том, каково свойство вот этого сокрытия, что происходит с законами мира. Они оставлены на самостоятельное функционирование или просто скрыто это управление, как Бог именно управляет. То есть, с одной стороны, законы стали постоянными. Камень падает с какой-то постоянной скоростью, свет движется с определенной скоростью. В мире у нас не меняются главные базовые мировые постоянные. Законы действуют все время одинаково. Но что за этим стоит? То, что Бог оставил все законы так, чтобы они действовали как некая машина, как некоторый набор шестеренок, одно зацепляется за другое, все заранее просчитано. Как бы мы себя ни вели, в конечном итоге все придет к божественной цели, но это рассчитаны эти пути заранее. Есть такие, знаете, игры, квесты. Это нам сегодня легче представить себе такую структуру, когда в компьютере все варианты игры заложены изначально. И неважно, в какую сторону ты пойдешь, есть много вариантов дойти до конца. Это все заложено, все это просчитано. И не нужно никакого автора, который бы сидел там за кулисами и подправлял где-то и что. Или наоборот, мы находимся в постоянном контакте с автором, с Творцом, с Всевышним, который все время этими законами управляет. Так или иначе, снаружи это выглядит как детерминизм. В одном случае это детерминизм такой научный, который говорит, что законы, они постоянно и всем управляют, и все работает. Тут даже не обязательно видеть Бога за этим. Человек просто смотрит на этот мир, и Бога не видит. Только через откровение он узнает о том, что за всем этим стоит Творец. Есть детерминизм, наоборот, божественный, который выражается в Медраши. Есть такой Медраш, за каждым цветочком, за каждым растением стоит ангел, и все время его бьет и говорит ему, расти, расти. То есть все в мире происходит под непосредственным божественным контролем. Любой атом, любая частица, все это движется только потому, что Бог этим управляет. То есть это два различных варианта, два различных взгляда на мир. Может быть, это как-то связано с вопросом Каббалы, это Цинцун, по-простому надо понимать, а ведь не по-простому. Я не знаю, что имел в виду именно Маниту, когда он говорил о Божественной Субботе, о том, что мир остается после нее под управлением естественных знакомых. Так, секундочку, мы сейчас, я подниму следующую главу, которая говорит нам о Субботе. И мы начнем дальше читать. Ой. Так. Что случилось? А текст виден? Да, и тебя, и текст. Ну, хорошо. Просто у меня не сразу был текст виден. Так вот, я еще раздумывала о том, почему вот это все называется тайна. Это тоже, может быть, стоит об этом поговорить, потому что мы сначала не говорили. Книга называется «Тайна еврейства». И в ней самой вот есть такие главы, как «Тайна субботы». Не значит, что есть какое-то, что-то такое, что запрещено рассказывать. Тайна – это некоторая такая вещь, как когда-то Равленер, по-моему, объяснял, что она зависит от того, кто пытается постичь эту истину. Есть истина, которая для кого-то тайна. Для многих людей даже очень простые вещи являются тайной, потому что они не в состоянии их постичь. Или они подходят к пониманию этих вещей с какой-то довольно примитивной позиции. Поэтому, когда Маниту приходит и говорит нам вот «Тайна еврейства», он хочет открыть нам то, что вещи, которые на самом деле не тайны совсем, но они со временем затуманились, они со временем стали непонятны. Когда-то, может быть, они были гораздо более понятны, как правильно читать Тару, как правильно воспринимать Всевышнего. Или, может быть, в нашем сегодняшнем контексте они вдруг представляются нам тайной, потому что некоторые истины, они меняют свой вид, меняют свой цвет, свой смысл, свой вкус в зависимости от периодов, от времени, от развития. То есть то, что воспринималось определенным образом вчера, сегодня требует пересмотра, пересмотра нового понимания. И оно должно перестать снова быть тайной. В какой-то момент кажется мне, что это какие-то древние тайны, я их сегодня не могу понять. Я не знаю, понятно это было или нет, или это осталось в области тайны. Но надеюсь, что понятно. Так вот, спрашивать бы не то, в чем тайна Божественной Субботы. Творец отдыхал от всякой работы, которую сотворил нас, чтобы мы ее делали, для того, чтобы дать место человеческой свободе выбора. То есть понятно, что устранение Всевышнего с этой арены творения, с мира фермирования, оно необходимо, поскольку если он продолжает здесь быть во всей его мощи и силе, то место человеку не остается. И партнерство невозможно при таком соотношении сил. И для того, чтобы предоставить человеку свободу, необходимо это сокрытие, необходимо прежде всего, чтобы он увидел в этом мире откровение, понял, что оно здесь существует, понял, что за всем этим миром есть творец. И тогда это исходная точка для человека, чтобы реализовать свой свободный выбор. Свобода, предоставленная человеку, не может быть полной, говорит Монетон, если законы мира, в котором он живет, непостоянны. Эти законы все без исключения обязаны быть постоянными, чтобы дать человеку возможность свободы. Не может быть свободного выбора в ситуации, когда человек не может, опираясь на законы функционирования мира с достаточной мере уверенности, предсказать, каким мир будет в следующий момент. Если законы, регулирующие работу атома и углерода, будут постоянно меняться, то любая кость, содержащая углерод, будет менять свои свойства. И человек просто не может выжить, чтобы осуществить свой выбор. Он говорит о физическом существовании. То же самое, закон притяжения меняется случайным образом. И выходя из дома, мы можем обнаружить провал или пустоту вместо лестницы и дороги. То мы не можем планировать свои будущие действия. Просто реально существовать, планировать что-то в этом мире оказывается невозможным. И таким же образом, я считаю, что и в области морали ты не можешь принимать никаких разумных решений, когда нет понимания, что есть причины и следствия. Ты сделал что-то, и у этого поступка есть какие-то негативные последствия. А иначе, а что? А раньше было все нормально. И это параллельно вот этому ощущению нестабильности, которое может создаться в непостоянном мире. То же самое происходит и в области морали. Если нет никакой стабильности. Сегодня я обозвал кого-то идиотом. Это все нормально, человеку ничего не случилось. А с другой стороны, одна завтра, да, я обозвал у кого-то другого идиота, и он пойдет и покончит жизнь самоубийством. Примерно, не дай бог. То есть есть какие-то вещи, которые должны быть постоянные. Есть какие-то моральные правила, которые не должны меняться от одной. Сегодня я решил, допустим, что адюльтеры – это ужасно и плохо. А на завтра все изменилось, я посмотрел на красивую женщину. Она мне понравилась, и я решил, что адюльтеры – это классно, да, и ничего плохого в этом нет. И сегодня там кто-то меня раздражал, или там мне кто-то другой там совершил убийство, и я думал, что это ужасно. А сегодня кто-то меня раздражает, и я его прикончу. Это нормально, и все хорошо. То есть вот такой вот реактивизм в морали, он тоже недопустимый. И поэтому у мира, как у физического, так и у морального, у него должны быть постоянные заботы. И дальше он дает пример из физического мира. Чтобы решить, открывать или закрывать дверь, я должен с уверенностью знать, что она всегда будет двигаться именно в этом направлении, в котором изначально запланировано двигаться. Иначе у меня не будет выбора в отношении двери. Выбор человека свободен только в мире, где терминизм является постоянным и абсолютным. То есть внешняя сторона мира должна быть, и должны действовать устойчивые, неизменные правила, на которые человек может положиться. Поэтому законы мира стали постоянными в тот момент, когда человек появляется на сцене. Опять же, вот то, что я сказала, я не знаю. С точки зрения управления миром, это только декорации эти законы мира. И на самом деле все управляет Бог. Или на самом деле он устроил мир таким образом, что в нем работают действительно законы, работают шестеренки, заложены программы. При этом понятно, что человек, мыслящий только естественными категориями, не в состоянии осознать, что нет противоречия между терминизмом природы и свободой выбора человека. Понятно? Или непонятно? Чего непонятно? Почему он не в состоянии это осознать? Почему вообще есть противоречия? Не знаю, кажется, здесь нет противоречия. Что? Кажется, здесь нет противоречия. И непонятно, почему он не может это осознать. Нет, вообще-то есть противоречия. Человек, который мыслит только категориями детерминизма. Откуда возьмется свобода выбора? Человек такая же часть природы, как и все остальное. Он тоже состоит из шестеренок. Они в нем крутятся. На нас влияют гормоны, на нас влияют погода, на нас влияет миллион разных факторов. Мы как какие-то машинки, в которых заложено много шестеренок. На него нажимают на разные кнопочки. Он как робот, он действует в соответствии с тем, что в него заложено. Понятно, да? Ну и даже если предположить, что Всевышний сделал, скажем так, программу для детерминированного мира внутри программы... Все-таки плохо слышно вас. Вы можете погромче? Или я сделаю это самое? Не, я пытаюсь погромче. Так лучше слышно, нет? Я бы так. Так лучше слышно, нет? Да. Вас хорошо слышно, просто у Нехама, наверное, наушников нет, поэтому ей плохо. Да, есть наушники. Наушники я слышу хорошо. А без наушников у меня славы, видимо... Можно заметить, скажем так, что даже в детерминированном полностью мире и с точки зрения, да, сторонника полного детерминизма, если программа задана, да, Всевышним, потому что это так, то какая-то, скажем так, полоса, которую дает Всевышний, в рамках которого, скажем, действует детерминированный человек, вот она, собственно, и есть. И это свобода выбора, поэтому даже здесь не видно противоречия. Конечно, я с вами согласна. Он говорит сейчас о противоречии, которые возникают в нерелигиозном сознании. Если есть только детерминизм природы, нет Всевышнего. В этой картинке нет Всевышнего. Человек смотрит на древесину. В этой картине и неживая природа. Все движется, как какие-то колесики. Ну, где-то на минимальном каком-то микроуроводе есть какая-то неопределенность. Но на самом деле она не влезает обычно на макроуровень. Вопрос-то про катастрофы, он так философский в основном вопрос. В принципе, нет неопределенности, всегда есть определенность. Кот либо жив, либо он умер. Вы согласны? Да, в принципе, да, согласен. Хотя есть некоторые физические взгляды на вещи, что, скажем так, неопределенность Шердингера, она и на макроуровне существует. Ну, это уже по-другому. Ну, я говорю, это философский вопрос. Он до сих пор как бы, так сказать, есть разногласия по его, есть разные теории, объяснения про это. Жив он, ну, но, как бы, это современная философия на грани философии науки, она начинает там сомневаться. Может ли эта вот неопределенность Гитлзенберговская, можно ли ее вывести на макроуровень. Ну, в принципе, так, в общем и целом, наука смотрит на мир как довольно определенный. Я делаю определенный опыт, я получаю определенный результат. Ну, есть там разброс, туда-сюда, минус трамвайная остановка. Но общий взгляд на мир как порождение естественных законов, он не оставляет места свободе выбора человека. В этом есть противоречия. Это вот то, о чем говорит здесь Рабушкин Азин. Причина, но... Причина, но... Есть Всевышний, несмотря на то, что законы детерминированы, есть место свободы человека. И причина заключается в том, что эти два принципа относятся к разным, отличным по своей сущности частям системы. Это кто говорил, Андрей, извините, я не помню. С кем я рассказывал? Да, Андрей, да. Да, Андрей. Тот, кто говорил перед этим, он как раз именно это и сказал, что есть мир детерминизма, есть мир человека, которому Бог оставил свободу выбора. Соблюдение субботы, зачем же мы соблюдаем субботу? То есть понятно, что именно для того, чтобы учесть голосового выбора, законы должны оставаться незменными. И поэтому Всевышнему приходится себя скрывать, приходится делать мир таким внешне, как бы в котором его не существует, по видимости. Тем не менее, конечно, он существует и он находится в диалоге с человеком, и он вмешивается иногда их законной природы. Мы это увидим дальше. Соблюдение субботы должно напомнить человеку, вообще еврею в частности, что творится твой мир, что там было что-то до этого, что не только эта реальность, в которой я сейчас живу, существует, а есть еще предшествующую этому реальность. И задавал ему форму в течение шести дней, а в седьмой день отстранился от всякой работы. То есть за этим реальностью, которая есть сегодня, стоит формирование мира, которое сделано руками Всевышнего. Он приготовил мир для нас. Поскольку природный мир скрывает для собой мир творения, то есть опасение, что человек, погруженный всю неделю с головой в круги естественного мира, забудет истину. Ну, мы говорили, что это естественное миро, он круги символизирует, символизирует его, и об этом в книге Коэллетт, я сейчас не произнесу как это, а экклезиаст. Что в естественном мире все движется по кругу, все повторяется, в нем нет никакого движения к чему-то позитивному, потому что нет ничего позитивного. Все повторяется. Одни и те же законы, одни и те же зайцы, которых едят одни и те же волки. Сегодня больше, завтра меньше. Но это все более-менее никуда не продвигается, нет никакой позитивной моральной цели, нет никакой задачи. Это мир круговоин, в котором есть, при этом в нем есть направление, которое Всевышний ему задал, что он изначально сотворил его для какой-то цели, но есть опасность, что все время, каждый день сталкиваясь только с такой реальностью, в которой Всевышний не виден, человек может забыть о том, что это только суббота, это только некий этап творения, в котором Бог себя скрыл. А до этого было другое, а за этим стоит другое, за этим стоит цель. И чтобы этого все не забыть, нам заповедано соблюдать субботу. Суббота – это вечный завет между евреем и Творцом. Завет, призванный наполнить, что мир природы – это тот же мир, который изначально был миром творения Творца, не другой мир. В нем просто скрыто божественное влияние. И пусть соблюдают сыны Израиля в субботу, чтобы установить субботу в роды их заветом вечным. Между мной и сынами Израиля она знамение вечное, что 6 дней создал Господь небо и землю, а в день 7 перестал работать и отдыхал. Знамение – это знак, знак людям, знак евреям. Когда они соблюдают субботу, мы вспоминаем про то, что у этого мира не только есть внешняя естественная видимость, а в ней есть сущность, в нем есть смысл, в нем есть продвижение, в нем есть божественная цель. Каждую субботу еврей обязан переживать опыт творения и созидания и вспоминать Творца мира и бесконечную цепочку преобразований, которые мир прошел, чтобы в результате достичь этого мира, мира свободного выбора. Данному человеку только здесь, на этой стадии, входит в божественную процессу. И законченнее было небо и земля, и все воинство их. Законченный – вейхаль, как сказано, вейхулу, нашамайн. Этот корень «кав ламид ге» означает «окончание». На языке кабалы, так кабала описывает нам, был сделан сосуд для принятия божественного света. То есть, этот мир описывается как некий сосуд, или как группа сосудов. Сосуды – это перевод некоторый принятый на русский язык, но при этом на иврите это называется келим. В смысле того, что они в состоянии принять божественный свет, они действительно похожи на сосуд. Но, кроме того, на иврите келим – это еще инструмент. То, что воспринимает божественный свет, как-то им пользуется, его переваривает, его продвигает, его осознает, не просто так содержит в себе. Эти инструменты, поэтому они разные бывают. Седьмой день Бог завершил свою работу, которую делал, то, что стало теперь миром действия, то есть мир осия. Это вот мир, в котором мы живем, он называется мир действия, мир осия. И действия, которые мы совершаем, то, что там пишет Раша на «Бытие 1.7», там он пишет «И сделал Бог свод». Тикену-то, да, установил, исправил. Как бы одно и то же слово – установил, исправил. Например, в предложении Литакен – это кукин. Установить законы или исправить законы. Как бы это одно и то же слово. То есть это мир, в котором нужен Тикун. Нужно вводить установление, нужно вносить исправления какие-то в него. Мир создан незавершенным, чтобы человек своей работой мог исправить недостатки мира. То есть он должен делать в нем какие-то действия. И не просто войти в этот круг бесконечный, у которого нет никакой цели. В отличие от Божественного Света, который находится в полном покое, как говорит нам здесь Мониту, он говорит о покое Божественного Света, хотя, например, у Рава Кука есть идея о том, что и Божественный Свет у него тоже есть некоторое продвижение. Но в этом контексте Мониту такого не говорит. Это мысль очень революционная у Рава Кука, которую мы здесь не находим. И то, что описывает Рава Кука, это вполне стандартный такой подход, что в Божественном, в Верхнем Божественном Свете, Айнсо, в нем нет изменений никаких, никого покоя. Но когда создается наш мир, из него происходят другие миры, то они находятся сначала в состоянии хаоса, постоянного изменения. Этот хаос обретает форму, он начинает исправляться. И когда он становится достаточно организованным, чтобы дать подходящее место жительства человеку, он утверждается, то есть останавливается. Получает утверждение, скажем так, и начинает работать по установленным законам естественного мира, чтобы у человека была возможность свободы и началась история. И работа, которую творец завершил на данном этапе, поэтому написано, это работа, которую творец завершил на данном этапе. То есть вся работа по формированию, тут она кончается. И поэтому написано, прекратил работу. Прекратил работу, а не отдыхал. Поскольку творец не отдыхает, ему не нужно отдыхать, это понятно. Очень часто переводит военном, да, и отдыхал. Но это довольно странное представление, это может нам показаться, что он устал. Ну, это было бы странно. Значит, он не отдыхает, а прекращает свою работу. Он прекращает свое прямое и открытое участие в формировании реальности. Он перестает вмешиваться в законы природы. Он не прекращает вмешиваться в историю человечества. И в ней он, при том, что он как бы закон природы постоянно, но в истории человечества он, как мы видим, неоднократно, в Таре не прекращает вмешиваться. И там он проявляется как частное проведение. Тут есть, по-моему, замечание. Ну, это он пишет тут из Баймониды, то, что касается проведения. Вот здесь есть еще замечание такое. Мне кажется, в основном замечание редактора книги, но поскольку она его ученица, я думаю, что в основном по учению Маниту эти замечания делают, и она говорит за исключением чрезвычайных обстоятельств. Он не вмешивается в историю. Но эти чрезвычайные обстоятельства, они необходимы для спасения народа Израиля в процессе истории, например, таких как развержение Красного моря, дарование тары, остановка Солнца и Луны во времена Иошо. То есть вдруг меняются законы природы. Вообще-то они не меняются. Но в какие-то определенные моменты истории Бог вмешивается и что-то меняет. И на самом деле, когда возникает такая критическая ситуация, что история может свернуть своего пути запланированного, не выйти к цели, то действительно Всевышний вмешивается. И вмешивается он всерьез. И почти всегда его вмешательство – это очень тяжелое вмешательство. Или потоп, или египетские казни, или переход моря, там все египтяне тонут в море. И так далее, и так далее. То есть мало когда бывает, или там Содома и Амор, да. Мало когда бывает так, что вмешательство Всевышнего было таким вот... редко бывает, да. Ну, исключительно позитивно. Даже в таких вещах, как, например, когда спускается ман на небесный ман, опять оказываются какие-то там подводные камни, что евреи не слушают Всевышнего, грешат, собирают ман тогда, когда не положено. Творец, который завершил свою работу и поместил человека в мир, подготовленный для него заключает человеком завет. Со стороны Всевышнего, он обязуется не менять законы природы в течение седьмого дня. Вот пока я даю тебе карт-бланч, я даю тебе свободу выбора, я возлагаю на тебя, на человека, на человечество ответственность привести этот мир к правильному состоянию, исправить его, исправить и сделать его моральным. Да, я вот создал человека такого, в котором нет полного совершенства, но оставшиеся ты должен взять на себя. Оставшиеся, у тебя есть к этому способности, у тебя есть моральные чувства, ты должен воспользоваться, его реализовать и привести все человечество к морали, к нравственности, к правильному поведению. Это то, что возможно на человека. А я пока отдыхаю, я посмотрю, как ты с этим справишься. Потому что иначе свободы выбора у человека не будет. Это то, что обещал Всевышний, что законы не будут меняться, что ты можешь спокойно работать. С другой стороны, от человека требуется завершить работу по исправлению природы. И это должен сделать, опираясь на человеческую мораль. Замечательно видеть, как представление о Боге добром и дарующим добро, и о природе, в которой установлены постоянные законы, и представление о свободе выбора человека, быть хорошим или плохим, переплетаются и вязаны одно с другим в таре. То есть то, что мы видели, есть некая логика в такой структуре, что с одной стороны, Бог действительно добры и дарует добру, с другой стороны, мир, который он создал, мир несовершенный, в котором есть много зла. И в-третьих, это все необходимо, чтобы дать человеку свободу выбора, чтобы дать ему возможность самому довести мир до совершенства. Но в других религиях и философиях эти компоненты несовместимы друг с другом и противоречат друг другу. Потому что с точки зрения, так сказать, если ты не видишь эту картину таким образом, так ты спрашиваешь себя, если Бог такой добрый и справедливый, в общем же в мире столько зла. И ответы на это бывают довольно странные. Что человек сам все испортил, он во всем виноват, и необходимо, чтобы внешне пришел кто-то и человечество спас, потому что Бог-то он хороший, а люди все только портят. Но на самом деле мы видим, что это не очень убедительные ответы, на мой взгляд. И ответ иудаизма, он гораздо более базовый. Подход Тары, что тот же Творец, который сотворил природу, он же обещает неизменность ее законам. Соответственно, и с Тарой верой, это уверенность в том, что завтра Солнце будет продолжать светить, чтобы человек мог выбрать, исправить то, что испортил сегодня. То есть это положение, оно совершенно не очевидно, что завтра Солнце будет светить. Мы знаем такой анекдот, как приходит сын к отцу программиста и говорит, ты знаешь, отец, я заметил, что каждое утро Солнце встает на востоке, и каждый вечер садится на западе. Он говорит, что точно? Да, 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 точно. Каждый утро встает на востоке, каждый вечер садится на западе. И каждый день так происходит. Каждый день так происходит. Слушайте, работает, не трогай. Это вот такой известный анекдот про программистов, но он отражает какую-то, в общем-то, не совсем полную уверенность, что все, что в мире происходит в определенном образом, оно так и будет происходить. Для того, чтобы создавать какие-то научные теории, мне нужна эта уверенность, она мне необходима. Но откуда она берется, не совсем понятно. Вера в то, что в мире завтра все будет по-прежнему, не самая очевидна. Хотя, естественно, научные мышления считают, что свойства постоянно присущи миру. Иначе невозможно создавать никакую науку. Если сегодня результаты одни, а завтра другие, то мы не можем никакого закона вывести. Есть очень интересный такой украинский философ, он физик, и Рау преподает барлан, я у него учу талмуд, но у него совершенно экстравагантные всякие есть теории, которые, ну, может быть, он любит шокировать публику, и поэтому их изобретает, я не знаю. И он иногда как-то раз говорил, что по его мнению, раньше, его мнение совсем не совпадает с мнением Маниту. С точки зрения Маниту, он постоянно с седьмого дня творения начинает. А Рау, Михаил Авраам считает, что перелом произошел где-то в начале нашей эры. То, что называется «осевое время», времена второго храма. До этого действительно законы были непостоянные, поэтому не развивалась наука, он говорит. Сегодня так, завтра получилось не совсем так. Наука не развивалась. Но это очень экстравагантное мнение, потому что большинство ученых так считает, что законы постоянно. Наука называет это индукцией. То есть способ предсказывать общие правила восход Солнца каждый день в будущем, основываясь на частых случаях, то, что оно каждый раз восходило в прошлом. Но на самом деле основанием для проведения этой индукции является вера в то, что, естественно, законы не изменяются. Это вера и называется субботой. Отношения между творцом и миром это завет, и это обещание стоит в начале веры и называется субботой. Прочтем еще маленький абзац, и потом я немножко, может быть, кто-то что-то захочет сказать. Это часть творца в договоре, обязанность человека зависит в том, чтобы несмотря ни на что признать, что в мире есть творец. Несмотря ни на что. Что мы его не видим, что мы его не ощущаем, что он скрыт за этим миром. А в таком признании есть определенная трудность после того, как мир превратился в природу, для того, чтобы она могла, чтобы могла начаться история человека. и давайте я остановлюсь, потому что мне надо бежать будет, наверное, в наш деревенский клуб, в котором у нас празднование окончания чтения Талмуда. А если кто-то что-то хочет сказать, хочет сказать, я очень буду рада, потому что я уже не устала немножко сама говорить. Давайте я все. Меня слышно? Слышно, слышно. Слышно, да, Михаил. Ну, что можно сказать? Михаил, давай-то. Я с вами. Лена хотела рассказать. Лена. Не, давай, Тань, я что-то, он у меня длинный, поэтому я лучше напишу, не хочу задерживать. Не, не, на самом деле они на 10 минут сложили, потому что у меня урок. Так что у меня еще есть минут 10. Ну, потому что у меня не очень конкретно, у меня единственное, я вот думала, что вот то, что вы в самом начале говорили, что название книги, ну, и дальше у него идет вот это вот сокрытие, да, вот, и на самом деле даже если говорить только о науке, всегда же многие законы сокрыты, да, и мало того, что мы до сих пор не знаем, мы не знаем от того, что мы просто их не открыли, или это на самом деле там неправильно мы так делаем, но, собственно, вот ошибки могут совершаться из-за этого незнания, да, а с другой стороны я вот что-то вспомнила нашу встречу вот с Михаилом Шерманом, и я помню, мы его что-то открыв рот спрашивали после лекции, что-то там, какие-то вещи совершенно такие, и он сказал такую фразу, я помню, он сказал, что, вы знаете, иногда не только не знаем, почему там человек там умирает, да, мы не знаем, почему он живет, но в том смысле, что логически он должен бы уже все убереть, да, то есть даже при всем знании вот этих всех законов, казалось бы, да, там уже все это изучили, и вдруг, он говорит, на практике очень часто сталкиваешься с тем, что человек до сих пор жив, почему он жив, хотя по сути он должен был уже бы и не жить, ну, то есть это вот как бы общий, он не конкретный, я его еще не сформулировала, вопрос, но к тому, что с одной стороны как бы вот это сокрытие, это все равно сокрытие этих законов, а с другой стороны как бы мы их не выстраивали, они, ну, понятно, что как бы естественно, да, какая-то основа есть, но с другой стороны как бы вот вот в таких иногда моментах они вдруг разрушаются, особенно это, конечно, касается вот какой-то вот этой логической цепочки, наверное, каждый может из своей практики вспомнить, что вроде как должно было быть вот все вот так, но оно почему-то не так, ну, вот все, что я хотела сказать. А, это интересный вопрос, я еще подумаю про законы, потому что это сама по себе очень интересная вещь, есть ли они в принципе, да, но я когда говорю, надо вынимать наушники, я поняла, так меня слышно лучше, а с наушниками что-то тут опять не так. Я хочу сказать, что законы не очевидны, что они вообще в природе есть. Природа ведет себя определенным образом, да, мы пытаемся постичь, каким образом она себя ведет, но законы, например, Ньютона, они относятся не к реальности, они относятся к каким-то очень специфическим случаям, когда у нас не тело, а материальная точка, когда у нас нет трения, когда у нас нет воздуха, когда у нас есть абсолютное соударение там предметов, они ведут себя как идеальные какие-то шары, а не как реальные. То есть совокупность этих законов, она позволяет как-то моделировать жизнь, на самом деле нигде они на самом деле не записаны, эти формулы, их придумывает человек, чтобы как-то смоделировать то, что происходит в мире и более-менее как бы реальность им соответствует. Но это сама по себе отдельная тема, конечно. Таня, вы хотели что-то сказать? Я хотела просто спросить, а Монету пишут о том, что когда будет раскрытие? когда работа начнется снова. Когда что? Работа начнется снова, то есть восьмой день. Конечно. Там сказано про восьмой день. Ваяба, яма, шмени. Яма, шмени, это неделя раздела, шмени. в Таре, где говорится об освящении храма. Это не просто намек на то, что действительно будет восьмой день, когда этот этап нашей работы кончится. Нам трудно сегодня себе представить, каким будет следующий этап. И это вне нашего. Хотя намек на это есть. В нашей реальности вот это храм, это место контакта человечества и Всевышнего. иногда кажется, что это уже где-то на горизонте, но я не знаю, насколько действительно. Получается, что мы взращиваем в себе вот эти духовные качества, о которых мы говорили вчера на уроке, и исправляем мир вот именно для вот этого раскрытия, когда наступит восьмой день. Правильно? Угу. Аль? Да-да. Я думаю, правильно, да. Ну, секунду, Нет. Я просто хочу сказать, что это цель какая-то, свет в конце туннеля, это нечто, на что есть намек уже в нашей жизни, но на самом деле самое главное нам это та работа, которая у нас сегодня возложена. Я думаю. И эта работа, она очень еще велика. как сказал, не нам ее закончить, ее еще очень много. И мир требует очень большого нравственного исправления. Хотя мы верим, что мы очень далеко продвинулись, но тем не менее очень много есть чего на этой почве нам делать. Ну, ладно. Я бы послушала еще кого-нибудь, если кто-то хочет что-то сказать. Есть еще минут пять. попрощаемся, потому что мне надо бежать на эту празднование, окончание чтения всего Талмуда. Это такой грандиозный праздник, его празднуют во всех. Кстати, это я хотела сказать, это один из таких странных примеров, земля израиль, например, проектов, которые никто не верил. Все говорили, ты просто фантазер. Человеку, который предложил, как его называли, сейчас вылетел из головы, он предложил эту идею молодой раввин, не очень пользующий большим авторитетом. Ему сказали, ты фантазер, этого никогда не будет, чтобы евреи во всем мире и Сефарда, и Ашкеназа. В один день читали один и тот же лист Талмуда. Грандиозный я приезжаю в Нью-Йорк из какого-то захолустья европейского, и там все читают тот же сам лист, могу с ними соединиться, не бывает такого. И неожиданно эта идея захватила весь мир, и сегодня уже там около ста лет действительно во всех странах, во всех местечках, во всех городах где есть евреи, почти всюду есть чтение дневного листа Талмуда. Вдруг неожиданно такая идея как бы завиральная, она захватила весь мир, так что я верю в завиральные идеи, и это кайф для меня лично быть частью этого проекта, я преподаю там. Нехам, а вы нас тоже захватили на фейсбуке чтениями листа Талмуда. Секунду, 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 Таня. Вы нас тоже захватили чтением листа Талмуда на фейсбуке, это очень здорово, продолжайте, это замечательно. Ну, я, да, у нас был тяжелый психологический по многим параметрам сейчас трактат, там не всегда находил что сказать, там очень много интересных принципов, интересных дискутов, но все они связываются со всякими понятиями чистоты, и смерти, и всякие дела, и не всегда хочется это самое, и много всякого такого, вообще это сложность трактатов, она бывает разная, бывает сложность чисто внешняя, поскольку тема сама сложна, бывает сложность, или психологическая сложная, бывает сложность именно вот такая логического построения сложных дискутов, в которых много разных аспектов, по-разному, но со следующей недели мы начинаем проход, я просто не все успеваю, я должна закончить чат, переводить траву шерсти, это самое, шелухан нарубленный но, потом будет равный шелух его редактировать, а потом мы будем его выпускать, еще я хочу продолжать переводить книгу в монету, который я еще не закончила перевод, и поэтому вот я не удается каждый день, ладно, ну, всем вам большое спасибо за участие, и в следующий раз увидимся, надеюсь, через неделю все будет в порядке, окей, непостижимо, что мы имеем дело с такой умной женщиной, хорошо, всем счастливо и пока, ну, почему, почему непостижимо, и почему,